всем привет друзья сегодня я покажу как из обычного кусочка дсп сделать вот такой прекрасный журнальный столик этот столик будет из эпоксидной смолы а ножки я скажу заранее заказывала у ребят и мне прислали их по почте поэтому с ножками я не заморачивалась заказала просто высотой 60 сантиметров выпилила я дсп круг зашлифовала его торцы заклеила бортики сделала такую вот ванночку и залила ее первым черновым слоем смолы хотелось мне конечно попробовать цвета в деле какие они на самом деле поэтому к сожалению видео первого этапа заливки у меня не сохранилось ничего страшного мне все равно те цвета не понравились и я просто зашлифовала его и буду наносить новые цвета первым цветом я нанесла синий потом молочное белый так чередовала синий белый синий пигмент добавляла еще синий перламутр после каждого этапа нужно пройти горелочкой и убрать все ненужные пузыри дальше я хочу использовать золотой перламутр он у меня такой шоколадный я его добавляю смолу там где у меня был синий цвет главное тщательно перемешивать перламутр чтобы он не осел вниз рисунок наношу честно говоря как мне вздумается все по вашему вкусу и интуиции я забыла вам сказать самого первого этапа я этот круг ДСП отторцевала малярным скотчем чтобы зафиксировать бока и чтобы смола не вытекала ну как вы видите у меня с одной стороны она все-таки потекла там где бортик скотча оказался низко и смола как всегда найдет себе выход поэтому торцы фиксируйте малярным скотчем высотой бортика не менее сантиметра у меня в стаканчике осталось немножечко белого цвета я его тоже весь использую все в дело ничего не пропадет процессе застывания все равно смола примет свой окончательный рисунок который отличается от нашего исходного и еще раз напоминаю не забывайте проходить горелочкой после каждого этапа ведь пузыри в эпоксидной смоле подымаются вверх их нужно вовремя удалить иначе получится неровности бугорки и дырочки ну вот прошло у меня 4 часа смола окончательно застыла и приобрела вот такую вот красивый вид и вот теперь можно снять торцевой скотч а у нас распаковка пришли мои ножки которые заказывала у ребят у нас в украине есть такая фирма которая занимается изготовлением железных ножек для столов лофт такого стиля я заказала вот такую модель ножек высотой 60 сантиметров эта форма мне больше всего подойдет для моего журнального столика чтобы он не смотрелся громоздко и как-то тяжело кстати по желанию эти ножки можно покрасить но я их оставлю в таком цвете так я распаковала ножки и вот наша столешничка остается нам только ее прикрепить к ножкам этот этап крепления я доверю мужу он знает лучше как сделать и вот такая красота у нас получилось я очень довольна результатом не очень нравится как для первой работы первого журнального столика получилось мне кажется неплохо конечно есть небольшие косячки особенно там где у нас стекла смола в одном месте это не страшно так сказать я сделала свои выводы и показала все ошибки вам а в следующую свою работу я эти нюансы конечно же учту я всегда объективно и критично отношусь к своим работам поэтому вам показывают только правдивые результаты ну и в каждом же своем опыте я ищу и положительные моменты все всем спасибо что посмотрели мой ролик спасибо что были со мной и спасибо за комментарии делитесь своими мыслями мне тоже будет интересно их почитать ведь вместе заниматься творчеством гораздо веселей всем желаю добра и всех обнимаю